Приветствую, друзья! Надеюсь, вы знаете, что я прям болею этой идеей, как бы снизить биологический возраст. И я стараюсь всяческими путями. И через физическую нагрузку, густота капиллярных сетей, помните, и через белковую компоненту питания, потому что всё самое красивое в нашем теле состоит из белка, и омегу-3 для того, чтобы снять хроническое воспаление и построить молодые биологические мембраны, ограничение количества плохих углеводов, чтобы не было травмирования белков и так далее. Ну, в общем, вы в рамках системы «Старости нет» всё это от меня слышите. Но, друзья, бывают такие заявления, мы всегда хотим какую-то волшебную таблеточку, которая раз, и ты сразу 25-летний, даже делать ничего не надо. И вот появилась информация, что астрогал, вот я держу его в руках, и есть эта замечательная таблеточка, как работает астрогал. У астрогала есть геропротективные действия. Ну, я по одному из образований генетик, и у меня в соседней комнате, когда я работала генетиком, сидел цитогенетик. Это женщина, которая смотрит хромосомы. То есть, она выращивает клетки на определенных питательных средах, когда клетки начинают делиться, и хорошо видны уже скрученные хромосомы, вот как в нашем представлении они должны быть. Она делает микрофотографии, и потом соединяет первая хромосомка к первой, вторая ко второй и так далее. Это очень интересный труд. Вот, мы специализировали, знаете, на чем? Допустим, одна замершая беременность, и нужно выяснить, нет ли там какой-то генетической перестройки, почему замершая беременность у женщины. Или там два и больше самопроизвольных выкидыша, или родился ребенок с пороком развития, или бесплодие. То есть, надо заглянуть в кариотип человека и посмотреть, может быть там перестройка, вот это мешает, например, забеременеть. Вот этим мы занимались. И вот эта вот замечательная девушка, цитогенетик, она обратила мое внимание на спутники хромосом. Она их называла спутники хромосом, а мы здесь их будем называть теломеры, как колпачки такие, которые уже, которые сидят на макушке, на конце каждой хромосомы, но уже не несут генетической информации. Вот она их называла спутники хромосом. И очень часто эти спутники хромосом были длинные, как бы такие вот необычно длинные у тех семейных пар, у которых не получалось забеременеть. Поэтому у меня, ну странное отношение на самом деле к вот этим вот защитным колпачкам на хромосомах. Но было исследование в США на половых клетках, которое доказало, что вот есть, чем больше клеточных делений прошла клеточка, тем короче этот защитный колпачок, это теломера. И соответственно был открыт фермент теломераза, который восстанавливает длину теломера. Соответственно к клетке передается информация о более молодом биологическом возрасте. Так вот, астрогал замедляет или даже обращает вспять укорочение этих теломер. Соответственно, каждая следующая клетка не знает, что она поделилась много раз. Она думает, что материнская клетка поделилась небольшое количество раз, соответственно мы живем в молодом организме. Прекрасно! Этого мне достаточно, чтобы использовать астрогал. Но друзья, у астрогала, к счастью, к счастью, вот я вам дала такую как бы неоднозначную информацию, да? Но у астрогала, к счастью, есть огромное количество очень позитивных таких вот функций. Во-первых, конечно же, это адаптоген и очень мощный адаптоген. А, соответственно, противовоспалительные действия. Зачем нам адаптогенные действия? Мы повышаем устойчивость нашей системы к стрессам, в том числе к стрессам, связанным с внедрением вирусов, бактерий и, допустим, грибковой инвазии. За счет чего это происходит? Потому что сапонины, такие вещества специальные, содержатся в астрогале. Соответственно, всем людям, которые часто болеют, у которых долго не выздоравливают, каждое заболевание протекает с каким-то обострением, пожалуйста, используйте астрогал. Вот, противоинфекционные. Попробуйте использовать астрогал в первые часы вирусной инфекции. Вот мы обычно используем паударка, а вы попробуйте еще на астрогале. Просто присоедините, вдруг вы быстрее будете выздоравливать. Потому что для каждого из нас, ну, немножко по-разному работают травы, биологически активные комплексы. Кому-то очень хорошо идет подарка, кому-то очень хорошо идет кошачий коготь, вам, возможно, пойдет этот астрогал. Так, иммуномодулирующие, поддерживающие иммунную систему эффект за счет чего? За счет того, что мы берем плетку и стягаем? Нет, не за счет этого. А за счет того, что вот эти сапонины и так далее, полезные вещества, они еще и борются со свободно-радикальной агрессией. Чем меньше свободно-радикальной агрессии, тем легче иммунной системой выполнять ее работу. Очень многие люди, которые имеют злокачественное образование, переживают, ой, мне нельзя иммуномодуляторы. Друзья, у астрогала есть противоопухолевое свойство. Его используют для того, чтобы стимулировать апоптос. Апоптос – это запрограммированная гибель клетки. То есть каждая клетка живет, как человек, допустим, живет 85-90 лет и потом понимает, надо умирать. Вот это вот запрограммированная гибель клетки. Только злокачественные клетки у них срывают крышу и они размножаются, 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 даже не успевают дифференцироваться. Соответственно, срыв апоптоза – это возможный уход в злокачественную опухоль. Соответственно, противоопухолевое действие у этого астрогала. И я вижу, что люди, которые используют астрогал, например, на фоне химиотерапии, у них легче протекает химиотерапия. Поэтому, возможно, мне нужно добавить астрогал в конспект здоровья номер 30, который я использую для людей, которые имеют злокачественное образование. Находится на химиотерапии, на лучевой терапии. Дальше. Есть люди, у которых лишний вес. Этот лишний вес давно и, соответственно, уже доигрались и до сахарного диабета второго типа. Или просто до инсулинорезистентности. Да, выход только один – низкоуглеводное питание, умеренная физическая нагрузка в удовольствие. Но добавление астрогала, как адаптогена, вам поможет легче переносить изменения стиля питания, легче контролировать уровень сахара в крови. Поэтому это тоже очень важно. Пожалуйста, пользуйтесь. Соответственно, и снижение веса идет намного веселее. Есть много описаний о том, что астрогал улучшает функцию почек, поддерживает здоровье почек, особенно при протеинурии. Протеинурия – это когда почка не должна пропускать белок в мочу, а она пропускает. То есть это еще и профилактика нефротического синдрома. Есть такой синдром нефротический. Просто использовать нужно долго. Это такие основные функции астрогала. Я его ем, я пытаюсь на себе… Это достаточно новый продукт, его раньше не было, вот недавно он появился. Поэтому у кого есть результаты по этому продукту, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы собрать базу данных. Я условно здоровый человек, поэтому ем и особо не замечаю. Это классно на самом деле. То есть бывают люди, которые говорят, Лена, я пью твой астрогал или пью твои витамины и особо ничего не замечаю. А что ты хотел замечать? Ты в состоянии здоровья, просто хочешь быть еще более здоровым, даешь себе ресурс. Классно? Это совсем вот когда, ну совсем все плохо, и ты вдруг даешь какую-нибудь витаминку, как глоток свежего воздуха, и реально намного лучше становится. Сразу большое количество результатов. Это значит, что он, ну очень недокормленный был. Поэтому кормите себя, любите себя, относитесь к себе, как к кормящей маме. Подписывайтесь на канал, если хотите именно этот астрогал, потому что астрогал производства NSP, компания NSP, это очень ценный, очень качественный продукт. Под этим видео есть ссылочка, вы по ней регистрируетесь. Получайте доступ в интернет-магазин, где можно это дело купить. И не пропустите ссылку, она называется «Попасть в чат вопросы и ответы», NSP вопросы и ответы. Я там отвечаю на ваши вопросы. До новых встреч!